Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 7 апреля. Сегодня день Благовещения Пресвятой Богородицы, и я сердечно поздравляю всех вас с этим праздником. Также отдельно поздравляю все храмы, которые освящены в честь этого события. Я сам служу в таком храме, и весь притч, прихожан тоже поздравляю с этим событием. И, конечно же, вас, дорогие телезрители. И сегодня по уставу не совершается полная божественная литургия, но торжественно служится, насколько это возможно, в будний день Великого Поста, литургия прежде освященных даров. И, соответственно, за этой литургией читаются отрывки из Евангелия и из апостола. И в сегодняшний день Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, глава 2, стихи с 11 по 18, то есть до конца главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Ибо и освящающий, и освящаемые – все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя, и еще. Я буду уповать на него, и еще. Вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Итак, дорогие братья и сестры, повторюсь, сегодня день Благовещения Пресвятой Богородицы, и сегодня мы читаем отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Глава 2, стихи с 11 по 18. «И вот что говорит нам 11 стих, «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, потому что он не стыдится называть их братьями, говоря». Уже этот стих может вызвать у нас массу вопросов. Действительно, когда я читаю эти стихи, когда перечитываю данное послание, всегда возникает у меня внутренний вопрос, «О каком едином идет речь в этом стихе, в первой его части? Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого». От какого единого? Если мы откроемся на дальний текст данного отрывка, который сейчас, в принципе, мы и читали, то мы увидим на уже бумаге, в тексте, что единый стоит с большой буквы, и тем самым говорит нам о том, что речь идет о Боге Отце, от которого происходит все, и, как мы знаем, Дух Святой исходит от Отца, Сын рождается от Отца, и все исходит из Отца. То есть вот эта монархия Бога Отца, если говорить догматическим языком. И это логично и понятно. Но дело в том, что в рукописях, в греческих рукописях, в принципе, не существовало заглавных букв. То есть для экономии места, для экономии и пространства текста, потому что не было тогда такой бумажной промышленности, как у нас сегодня. Писались все буквы очень рядом, было очень мало всяких знаков пропинания, поэтому и на письме не выделялись большие или маленькие буквы. Все были в одной строчку, без пробелов. Соответственно, в оригинальном тексте нет никаких указаний. Как это понимать? Большая буква или нет? И вот, например, толковая Библия Лопухина говорит нам о том, что данное слово, вот это слово «единый», мы можем воспринимать и как символическое указание на Адама. И тоже это наполнено очень большим смыслом, и это логично. Сказано, освящающий и освящаемые. Соответственно, освящающий наше естество – это Господь Иисус Христос, Который своим воплощением и своей крестной смертью и воскресением возвел человеческое естество к престолу Божию. Что не смог сделать первый Адам, сделал Адам второй. Соответственно, как мы все происходим от Адама, так и Господь Иисус Христос, Он тоже по своему человечеству происходит от Адама. Соответственно, от единого, ибо освящающий и освящаемые – все от единого. И дальше, если вот мы такое посмотрим толкование, вот с этой точки зрения, выглядит более логичным это толкование, потому что дальше идет «поэтому Он не стыдится называть их братьями». Почему? Потому что мы все от одного произошли – от Адама. Говоря «возвещу имя твое братья моим посреди церкви и воспою тебя». И так далее уже идет повествование. И что самое главное, о чем суть этого текста сегодняшнего. Понятно, что здесь есть толкование, отсылки на книгу царств, на книгу пророка Исаии и на псалмы в том числе, где сказано «я буду уповать на Него, вот я и дети, которых дал мне Бог». Это из книги пророка Исаии. Мы читаем эти строки за Великим Повечерием, когда пропеваем торжественно в храме, на вечере, например, Рождества Христова, пропеваем «с нами Бог», и там звучат эти строки из пророка Исаии. Итак, в чем суть этого текста? Суть в том, что, как сказал преподобный Афанасий Великий, как говорили в той или иной интерпретации святые отцы, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Еще один мыслитель сказал, что Бог спасал человека по-человечески. То есть он стал человеком и полностью воспринял в себя все человеческое естество, отягощенное, как говорят святые отцы, неукоризненными страстями. То есть он так же, как и мы, хотел есть, хотел спать, уставал. Ему нужно было удовлетворять потребности в пище, в еде, в сне. И он мог страдать от жары, от зной, от холода. И был подвержен различным вот этим неукоризненным страстям. Он был во всем нам подобен, кроме греха, как говорит нам святоотеческое учение. Соответственно, почему это нужно было? Чтобы то, что я уже говорил, что не мог сделать первый Адам, то есть то, что должен был сделать человек, сделал Адам второй, то есть Господь Иисус Христос. Он спас нас и в своем лице, в лице вот этого второго Адама, он обожествил всю человеческую природу. И теперь, объективно, это дело обожения, оно состоялось. И теперь задача каждого из нас, это наше субъективное участие в этом обожествлении. Это смысл жизни каждого христианина, то есть обожение, то есть приведение своей природы, своей жизни, своей личности, своей повседневности, вот в это синергийное состояние, то есть состояние сотрудничества с волей Божией, то есть следование за волей Божией. А воля Божия такова, чтобы все люди пришли в познание истины и спаслись. И все для этого Господь уже сделал. И как сказано, «Ибо как Он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Он прошел этот путь, и Он идет этот путь рядом с каждым из нас. Очень важно двигаться за Христом в пути нашего спасения, по пути нашей жизни, со страхом Божиим и с верой совершать Его. И сегодня, в День Благовещения Пресвятой Богородицы, эти слова должны звучать для нас очень утверждающе, утверждать нас в той истинности, что Господь не раскается в своих деяниях, клясться Господь и не раскается. И мы знаем, что Божия правда всегда восторжествует. А Божия правда в том, что Он всегда верен своим обетованиям. Поэтому веруйте в Господа, прославляйте Его, поклоняйтесь Ему в духе и истине, и будьте православными христианами, неся это звание, звание христианина, через всю свою жизнь, несмотря ни на что. Всех еще раз поздравляю с праздником, дорогие братья и сестры, и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова